Добрый день, дорогие друзья! 4-9-8-3-3-6-7 и смс, который вы можете посылать, это 847-595-0904, код страны единица, если кто-то будет посылать смс из-за рубежа. Мы продолжаем нашу программу, мы говорили о том, что очень интересны нумерологические совпадения, которые связаны в данном случае с планетой 4. Мы говорили о том, что заключил ли Гитлер сделку с дьяволом, с сатаной, или же это какие-то сказки, россказни. Но чем объяснить тогда в таком случае вот эти вот совершенно невероятные вещи, которые происходили с ним, когда малюпусникая Германия чуть ли не стала властелином мира. Более того, я сейчас только закончу с этим числом, с этой цифрой, с этой планетой, и потом еще одно, один факт очень интересный. Так вот, Раху, Раху, планета Раху, не имеющая массы, но считается демонической планетой. Демонической в плане, если человек будет вести себя соответствующим образом, тогда, конечно, он будет под влиянием вот этих демонических всех каких-то вещей. В полной мере это соответствует, повторяю Гитлеру, в полной мере это соответствовало кормчему нашему, великому, могучему, который, правда, призывал учиться, учиться, еще раз учиться. 22 число, четверка. Ну так вот, то есть Раху, который находится в невежестве, это помутнение рассудка. То есть, Гитлер вел себя таким образом, что можно было сказать, что он просто сумасшедший. То есть, с пеной рта, он был великолепным, конечно, оратором, но это было все. Он просто категорически зомбировал людей своими речами, и люди попадали под влияние, вот это демоническое влияние его. Что это было? То есть, ему была дана какая-то сила, какая-то власть над людьми, и, возможно, это правда. То есть, конечно же, мы этого не знаем, о том, что был какой-то вот такой договор. На самом деле, это может быть и правда, и сейчас я еще раз об этом немножко расскажу. Итак, то есть, дело в том, что Раху, точно так же, как и Меркурий, он отвечает, она, планета эта, отвечает за психику. Ну, и если Раху, ну, и Меркурий, скажем, находится в невежестве, то это практически всегда дает тяжелые, вот такие психические заболевания. Какие-то наваждения, особенно когда Раху находится под влиянием, под Сатурна. Мы знаем, Сатурн тоже планета такая, достаточно, достаточно серьезная. Кстати, если считать о том, что Китлер покончил с собой, если это правда, 30 апреля 1945 года, то если мы просуммируем все цифры, мы получим как раз-таки Сатурн. То есть, сторона света, как Сатурна, так и Раху, направление, которое люди должны гармонизировать, неблагоприятное влияние этой планеты на свою психику и на жизнь, это именно одно и то же направление. Это направление Юго-Запад, и так надо, так сказать, вот там читать и матры, и молитвы, и так далее, и так далее. Вот, то есть, это насилие в полной мере, как мы знаем, ну, он погубил огромное количество людей, и это, причем даже человек может не осознавать, что он делает. То есть, он находится под влиянием какой-то силы, которая ему диктует убивать, 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 что, в общем-то, он и делал. На Гитлера было совершено, считается, порядка 42 главных покушений. Совершенно невероятные совпадения, приводятся примеры, где можно было после одного такого покушения, шансы на спасение были один к 20 миллионам, что-то типа такое. То есть, это просто невероятное совпадение, которое позволило Гитлеру остаться в живых. То есть, максимально, что было, его как-то оглушало. Как это можно все интерпретировать, как это можно все оставлять без внимания? И, опять же, можно таки, да, допустить, что он продал свою душу дьяволу, и этот контракт был заключен. То есть, ему была дана поистине власть необъятная, и с одним условием. Он будет делать вещи, которые просто абсолютно категорически противоестественны для любого живого существа, то есть убивать. Ну, как мы знаем, повелитель ада, это свойства и качества вот таких натур. О чем еще может идти и здесь речь, я сказал, что об этом мы поговорим. Дело в том, что мы сегодня, проживая в этом материальном мире, мы забываем о том, что есть какие-то у нас еще другие качества и другие стимулы для самосовершенствования. То есть, у нас есть на самом деле очень и очень много и очень и очень интересные качества. И не зря искали не только, кстати, Гитлер, а и Сталин, искали, там был такой Глеб Бокий, там был Яков Блюмкин, известный террорист, который занимался мистикой и всеми такими вещами. И они искали какие-то вот такие страны, Шамбалу в том числе, где что-то вот такое таится, кроится. Но ведь дело в том, что все это было для чего? Только для того, чтобы получить власть. Значит, сегодня в мире действуют две силы, к сожалению. Вот сегодня в мире две главные. Это страсть к богатству и страсть к власти. Очень немногие люди, которые хотели бы заниматься какими-то совсем другими вещами, но вот не получается никак у них. Совсем недавно у нас была передача на радио, на Апсангельц-радио, и мы говорили с одной, ну, ясновидящей она, так себя называет, маг. Она рассказывает, дорогие друзья, вот смотрите, мы каждый день, а некоторые два раза в день, все-таки принимаем какие-то ванны. То есть мы идем в душ, правильно? А если в Высшем Союзе там можно было не выться пару дней, а то и неделю, да? То здесь как-то принято. Вот как-то мы так это воспитали себя о том, что каждое утро мы идем и омываем, будем говорить, свое физическое тело. Друзья, вопрос такой он задает. А почему мы не омываем и не чистим наши другие тела? Только лишь потому, что мы их не видим в зеркале? Ну, действительно, вот посмотрим мы на себя в зеркале и видим свое, там, красивое и некрасивое, старое, молодое, худое, бледное, не знаю какое, тело, да? А вокруг нас еще и другие есть тела. Их достаточно много. Есть такое понятие чакры центра энергии, есть такое понятие аура. Ведь это общеизвестные документально и физически подтвержденные вещи, факты. И все ученые об этом знают. Почему мы об этом не знаем? Почему мы не чистим эти тела? О чем идет речь? Если мы подвержены каким-то нашим мерзким, скажем, соблазнам, каким-то желаниям, забывая о нашем главном предназначении, то, как вы сами понимаете, для нас это будет не очень благоприятно. Дело в том, что мы же не живем на неопитаемом острове, среди нас находятся люди, среди нас находятся наши близкие. Если мы будем не воспитывать себя, то как мы можем, скажите, воспитать наших близких, детей в частности? Как? То есть то, что происходит с человеком, оно, как ни странно, происходит с человеком, потому что он это, так сказать, заслужил всей своей, этой жизни и всеми своими прошлыми. Но это для тех, кто верит, конечно. Наша задача – это на каком-то этапе. Друзья, понять и на каком-то этапе попытаться все-таки свое мировоззрение, воспитанное в духе социалистического реализма, как-то попытаться поменять, возможно, потому что, ну, для чего мы-то живем? Для того, чтобы эволюционировать, чему-то учиться. Вот так и завещал нам, оказывается. То есть он был прав. И вот как мы получаем какие-то мистические, мистические получаем вещи, и как нам притягиваются вот эти вот духи. Оказывается, вот эта дама, мы с ней беседовали, которая занимается парапсихологией, магией и так далее, она говорит, вот за многие годы, скажем, общения с клиентами, можно сказать, с пациентами, с людьми, я, говорит, вообще очень и очень редко видела людей, которые не имеют подселенцев. Вот, Аркадий, представляешь, вот ты, наверное, не знаешь, что у тебя есть подселенцы. Нет, в смысле, какие-то паразиты? Нет, паразиты это, паразиты это тебя поедают, так сказать, на физическом уровне. Нет, подселенцы это духи. Вот, видишь, ты, вот, по выражению твоего лица, я вижу, что ты не знаешь более того, ты это категорически не веришь. Духи знаю, духи. Да. Ну вот, оказывается, да, вот, а так она говорит. И практически у каждого человека есть эти духи. Ну, я, опять же, провожу аналогию, то, что в Бразилии едут люди. Вот, видите, вот как объяснить этому Джону Аббогу, вот как объяснить, допустим, что люди едут со смертельными заболеваниями, их там никто не режет, никак, ничего не делает, ни какие-то операции. Они приезжают домой выздоровшие. Вот, как это можно объяснить? Там было такое количество врачей, которые наблюдали, что он там делает с этими людьми, которые туда приезжают со всего мира. Они разводят руками, ничего не понимают. Вот я снимал сам, я там был, да, я снимал сам. Берет этот человек, берет кухонный нож, да, не дезинфицирован, и начинает шкребать зрачок. Помните, я представлю, в глазу. Вот, я уже вижу, что ты уже себе представил, что чуть не упал со стула, да. Ну, я был свидетелем этого. Более того, там был врач. Это врач, тоже чуть-чуть в уморок не упала, женщина. Она подошла, она стояла, ну, не знаю, в полуметре. Она видела, она заглядывала и ничего не понимала. Но покойник не обиделся? Или он живому человеку царапал? Естественно, живому. То есть туда приезжают люди, ну, как живые. Они приезжают смертельно больные, очень многие. Но выезжают выздоровшие. Я это говорю не к тому, что давайте поедем все туда. Я говорю к тому, что, оказывается, есть вещи, которые мы, может быть, даже не понимаем. И вот, когда мы получаем какие-то заболевания, или какие-то вещи, которые с нами происходят, ну, происходят как хорошие, так и плохие, понимаем. Только про хорошие мы-то не помним, а про плохие мы будем помнить всю жизнь. И вот, если это происходит, то элементарно просто. Мы когда-то, где-то, в чем-то совершили какой-то грех. Существует традиция, правильно? Покаяние. Но это первый этап. Можно сказать, сколько угодно. Если мы не меняемся, то это все мало эффекта оказывает. И вот тут надо разбираться, в чем наша проблема. Понимаете, я, скажем, в Индии бывал неоднократно. И там есть люди, которые браманы, брамины, по-русски. И вот эти люди, хандиты их называют, они совершают обряды. Обряды. Вот я лично знаю такого человека, было у него неоднократно. Более того, обращался с ним, и через наш центр обращались с ним многие люди. И он делал вот эти обряды, то есть обряд контактирования с высшими существами. И вот эти высшие существа, боги, как угодно их называют, они помогают. Был случай очень известный, когда девочка в Нюрнберге, можно почитать это в интернете, когда, да, таких случаев на самом деле очень много, когда в нее было подселение, и какое-то демоническое существо, ну, пыталось завладеть полностью, и практически удалось этому существу завладеть этой девочкой. Это была 10-летняя, 9-летняя девочка. Короче говоря, она уже погибала. Ну, ее спасли. Ее спасли вот эти высшие существа через вот этого брамана, через этого хандита. То есть это не редкое явление. Ну, и на самом деле, мы же знаем, существуют медиумы. Как угодно мы к ним относимся, конечно, если мы сами не умеем, если мы сами в это не верим, то очень трудно, в общем-то, беседовать на эту тему, потому что идет полное неприятие вот этой информации. Но когда это касается не нас, так мы, конечно, не верим. Когда это, не дай бог, коснется нас, ну, тогда мы начинаем бегать, прыгать, искать все, что угодно, лишь бы что-то такое там нам кто-то помог. Но удивительная вещь, ведь о чем идет речь, так? То есть мы, снимая с себя полную ответственность, мы что-то там сделали, мы что-то как-то согрешили, и после этого мы находим какого-то там, не знаю, парапсихолога, мага и волшебника, экстрасенса, и говорим, слушай, дорогой, помоги. Вот с нами то-то, то-то, то-то. Ну, и он говорит, ну, хорошо, буду помогать, ну, что делать? Ну, кто-то берет деньги, кто-то не берет деньги, не знаю, не важно. Но что происходит? Происходит то, что да, дай бог человеку помогли, ему стало легче. Но ведь это же не решило ту проблему, которую вот он себе получил, потому что сделал как-то что-то не так. А если мы допустим о том, что и человек может быть в этом не виноват, мы беседовали с ней, и не только с ней, на самом деле, мы беседовали с другими парапсихологами, и речь идет о том, что, оказывается, существует какая-то карма рода. И где-то как-то что-то произошло, и вот это все идет по наследству. И болезни мы получаем, может быть, даже по наследству. Здесь надо разбираться с этими вопросами. Это очень и очень сложный момент, потому что, если мы, скажем, не озадачимся и не подумаем, а что же там произошло, не будем искать истоки, то не исключено, что это все может перейти и дальше, если мы говорим о роде. То есть род, он... Ведь происходит что-то в роду такое, и просто так случайно, еще раз повторяю, ничего не бывает. Бывает именно все потому, что, ну, вот как-то вот так вот было у нас такое. С этим надо разбираться, даже если все закончилось, если все забылось, надо разбираться, потому что существует, в общем-то, понятие такого, что если где-то, когда-то что-то произошло один раз, то и второй раз произойдет. Ну, скажем так, условно, если у нас был всемирный поток, то он еще раз будет. Всему свое время, циклы, циклы, 26 тысяч лет, вот в это время, такой вот есть цикл, один из, вот, по истечении такого цикла производят какие-то события достаточно серьезные. Ну, вот, скажем, всемирный поток-таки, да, вот он был где-то, вот, будем считать, примерно в это время, 26 тысяч лет тому назад. Дорогие друзья, мы сейчас говорим с вами о тайном и явном, но только лишь для того, чтобы задуматься над тем, что совпадений не бывает, и на самом деле случайностей не бывает. То есть это все закономерности, но мы сами создаем их. Жить на материальном уровне и нарушая, скажем, законы высшие, до определенного момента это может работать. Мы же знаем о том, что и в материальном мире, если кто-то совершает преступление, это же не обязательно, что его ловят. То есть бывает, и человек живет, и до конца жизни, а потом получается в следующее свое, так скажем. Но если мы перейдем действительно полностью на такое видение, то мы же и до экзорсизма дойдем, до изгнания дьявола, а там недалеко и до костров инквизиции, в таком случае, будем ведьм сжигать. У нас же получается, мы как-то уходим наоборот в темноту. Был свет, и стало темно? Это мое такое видение. Может быть, все наоборот? Нет, дело в том, что если мы чего-то не знаем, этого не существует. То есть для этого мы живем, и мы можем принимать точку зрения, отвергать опасно. А вдруг, не веря, оно опасно. Недаром очень известный человек говорил, что я знаю, что я ничего не знаю. Очень известный человек, правильно? Вот если мы скажем, что мы не верим, это означает, не попробовал. То, что ты вот говоришь, недалеко до экзорсизма. Эти случаев было много. То есть мы не знаем, что с нами происходит. Если мы ведем... Ты знаешь, что такое, к примеру, да? Что означает принятие алкоголя или наркотиков? На самом деле, что оно приносит человеку? Не знаешь? Ну, легкий алкоголь, легкую радость, наркотики не пробовал, не знаю. А как ты думаешь? Ну, наверное, уход от реальности больше. Уход от реальности может быть и больше. Дело не в этом. Дело в том, что это все отравляющие вещества, и в малых дозах тоже. Физическое тело, да, мы можем вылечить алкоголем, кстати. Но что происходит с человеком на тонком плане, на тонком уровне, вот этого мы не видим. Как я уже говорил, у нас есть... Разрушение индивидуальности, разрушение... Не только. В нашем тонком теле появляются дырки. И в эти дырки проникают сущности. И было очень и очень много доказательств этому. Просто, еще раз, мы не читаем эти доказательства. Они есть в интернете. Я могу их привести и очень и очень много. Через тонкие дырки в нашем... Точнее, через дырки в нашем тонком теле проникают эти сущности, которые на нас будут оказывать разрушающие действия. Сколько было случаев, когда человек в полном затмении совершает преступление, а потом говорит, я этого не помню. И не потому, что даже он был, скажем, под влиянием алкоголя или наркотиков. Нет. Нормальный человек, вдруг на него что-то находит. Он совершает... Такие случаи были? В народе не зря. Мы привыкаем к некоторым фразам. Но ведь испокон века говорят, черт попутал. Испокон века говорят. Дело в том, что где-то примерно в 450 году нашей эры был такой император Юлиан. Вот он запретил такое понятие инкарнации. Он сказал, ребят, так если вы будете знать, что у вас впереди не одна жизнь, так вы же будете черт и черт творить. Поэтому это опасно. Не надо. Вы должны следовать заветам. Вот римской, католической или любой другой, неважно какой. Поэтому нет у нас никаких двух жизней, тем более больше и больше и больше. Мы сейчас говорим о том, что есть информация. Эта информация может быть решить многие вопросы, которых мы пока не знаем. Сказать, что мы не верим, опасная вещь. Ну, наше время неумолимо приближается к концу. Значит, у нас остается буквально пару минут. Ну, еще один вопрос, если кто-то захочет. Пожалуйста, если нет, то у нас есть телефон после эфира. Мой личный телефон 847-226-9956. Если кто стесняется позвонить в эфире, задать вопрос, пожалуйста. Напоминаю, меня зовут Майкл Мелехов. И программа «Тайная и явная» или «Нумерология в нашей жизни» по субботам с 11 до 12 дня мы ведем эти передачи. Вы можете, к СМСке мы продолжаем в течение всего дня получать. Номер такой, 1847-595-0904. И если в этой программе мы не сможем ответить, а времени у нас уже нет, то мы ответим в наших последующих передачах. Спасибо большое, Аркадий. Спасибо, спасибо, Майкл. Как всегда, очень интересно. И до следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова